При поддержке паблика Игроблог Все мы любим иногда поиграть в компьютерные игры, и казалось бы, ничего тут плохого нет, если, конечно, мы не попадем в полную зависимость от этих игр, которая может привести к отказу от реального мира, нарушению психики и даже смерти. В этом ролике я расскажу 10 смертей людей, зависимых от компьютерных игр. Смерть от игры World of Warcraft Это произошло с 13-летним мальчиком, которого толкнула на смерть игра World of Warcraft. Его родители забрали у него игру, после этого он оставил записку «Я ухожу к героям Азерота» и совершил самоубийство. Причина смерти не была официально подтверждена, но она нам всем известна. Братья Уилл и Джош Бакнеры, 15 и 13 лет, решив поиграть со снайперской винтовкой, убили одного автомобилиста и ранили другого. Когда их задержала полиция, парни объяснили, что всего лишь хотели применить свой виртуальный опыт из игры Grand Theft Auto 3 в реальной жизни, но никому не желали причинить зла. Подростки провели несколько месяцев в исправительных учреждениях для несовершеннолетних преступников, а когда их родители попытались обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба о действии этих детей-снайперов, страховщики ответили отказом. Еще один подросток, перепутавший ГТА с реальным миром, Гевин Аллен Принц, дело которого в 2011 году потрясло не только американскую общественность, но и, пожалуй, весь мир. Ведь не каждый день 15-летнего подростка обвиняют в убийстве собственной пропавушки, да еще и самурайским мечом. Гевин играл в компьютерную игру, когда 77-летняя женщина попросила его отвлечься от процесса, однако мальчик ни в какую не желал уступать ее требованиям. После непродолжительного спора принц достал самурайский меч и зарубил старушку. Затем он напал на 55-летнюю бабушку, но та запригодилась в комнате, отделавшись небольшим порезом и вызвала полицию. Подросток в это время выбежал на улицу и попытался напасть на двух соседей, но тем удалось убежать. Юноша оказал сопротивление прибывшему наряду полиции и успел выстрелить в них из пневматического пистолета, прежде чем его обезвредили электрошоком. Для Гевина это был третий арест за три месяца по обвинению в агрессии. Причем ранее у принца еще изымали самурайский меч, но он успел обзавестись еще одним. В туалете одного из южнокорейских компьютерных клубов обнаружено тело 24-летнего геймера. Причина – истощение и переутомление организма. Судя по записям владельцев клуба, молодой человек провел за игрой более 86 часов, не отвлекаясь ни на прием пищи, ни на сон. 13 июля юноша забронировал комнату в игровом кафе и провел там за игрой почти два дня, и при этом ничего не ел. Утром 15 июля его обнаружили спящим на столе. После того, как молодого человека разбудили, он встал, сделал несколько шагов и упал. Смерть была констатирована в местной больнице, куда доставили геймера. Причина смерти пока неизвестна, но СМИ предполагают, что ее могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой, вызванной тем, что молодой человек слишком долго сидел на одном месте. Молодой китаец Хуанги получил от родителей 50 тысяч юаней, это чуть больше 7 тысяч долларов, на организацию своего бизнеса по торговле морепродуктами. Однако всю сумму 21-летний Ху спустил на онлайн игры. Когда пришла пора рассказывать о своих успехах в бизнесе, молодой человек не нашел иного выхода из ситуации, кроме как отравить родителей. 14 июля 2007 года он приобрел 20 упаковок Тетрамина, китайский аналог крысиного яда, и попытался отравить отца, однако у него ничего не вышло. Настырный китаец снова купил тетрамин, на этот раз 45 упаковок, и через несколько дней приготовил родителям ужин. Вторая попытка достигла своей цели, и пока отец и мать корчились в пресмертных судорогах, Ху засел за игру Ледженд, не обращая внимания на их просьбы вызвать врачей. Когда родители скончались, молодой человек пытался убедить полицию, будто его мать сначала отравил отца, а затем сама приняла яд. Но его выдала история просмотров интернет-страниц с браузера. Хуанге приговорили к смертной казни, однако как раз в это время игроманию в Китае признали психическим заболеванием, так что приговор был обжалован. 16 августа 2011 года 14-летний житель Оклахома-Сити Кристиана Ривера, поглощенного игрой Call of Duty Black Ops, вдруг отвлек пронзительный звук явно невиртуального происхождения. Он обернулся на шум, оказавшийся плачем его девятимесячной сестры Линды, которая ушиблась при падении, а когда снова взглянул на экран, его персонаж был уже мертв. Раздосадованный Кристин взял сестру на руки и несколько раз сильно встряхнул, надеясь, что это ее успокоит, а затем положил в колыбель. Линда еще некоторое время плакала, а затем затихла. Вернувшиеся вечером родители сразу поняли, что с дочерью что-то неладное и отправились в больницу. Врачи заметили, что характер травм не соответствует полученным при падении и вызвали полицию. На допросе Кристиан рассказал, что было дело. Девочка через три дня скончалась от травмы мозга, а подростка поместили в камеру для несовершеннолетних. Ему грозит пожизненное заключение. В Екатеринбурге 12-летний школьник скончался от обширного инсульта после того, как 12 часов подряд провел за компьютером одного из местных игровых клубов. С началом школьных каникул мальчик практически переселился в компьютерный клуб и проводил в виртуальных сражениях по 10-12 часов в сутки. Врачи детской городской больницы номер 9, куда был доставлен мальчик, говорят, что каждую неделю к ним поступает минимум по одному подростку, попавшему в зависимость от компьютерных игр. Сейчас в России, по данным исследований, до 80% школьников в возрасте 12-13 лет страдают компьютерной зависимостью. Два Днепропетровских подростка зашли в гости к приятелю и убили его. Вернувшаяся вечером домой мать обнаружила тело 14-летнего сына со следами ножевых ранений и ударов по голове молотком. Убийством подростки не ограничились, из квартиры пропали деньги и золотые украшения. После задержания преступники признались, что похитили деньги и ценности для оплаты компьютерного времени в клубах. Двое влюбленных из Южной Кореи жили душа в душу. 40-летний Ким и 25-летний Ачой проводили дни напролет в онлайн-игре Prius, заботясь о виртуальном ребенке. Мужчина и женщина дарили девочке по имени Анима всю свою любовь. Казалось бы, чем не семейное счастье? Идиллия закончилась со смертью их реальной трехмесячной дочери. Вернувшись домой после очередного 12-часового сеанса игры в интернет-кафе, родители обнаружили, что девочка скончалась от истощения. Парочка пустилась в бега сразу после похорон, однако вскоре их обнаружили и арестовали. Субтитры создавал DimaTorzok